Добрый вечер, Республика! 2022 год для Карачаевой Черкесии знаменательный. Сто лет назад зародилась новая история нашей республики. И основные ее страницы связаны с народами, живущими в дружбе и взаимопонимании. И сегодня мы вместе будем отмечать вековой юбилей автономии Карачаевой Черкесии. Наша республика славится не только своей красотой и величием природы, но и, конечно же, гостеприимством. Богатство Карачаевой Черкесии в ее людях, в радушии. И сегодня не случайно на нашем праздничном столе многообразие блюд. И у каждого народа есть свое традиционное, которое готовили все еще наши предки. Передо мной вот стоит каравай, символ богатства и благополучия. И каждая хозяйка украшает его вот по-своему. Вот я лично украсила его красивыми цветами, птичками, чтобы и жизнь была такой красивой, как мои розочки. Я хочу сказать, что каравай обязательно кладут на рушник. Это такое полотенце с яркими узорами. Рушник вот символизирует счастливую дорогу в семейную жизнь. Отведать кусочек каравая, это означает вступить в дружеские отношения с хозяином дома. Вот как. И поэтому, когда в Карачаево-Черкесию приезжают гости, мы всегда встречаем их хлебом с солью и, конечно, чашей айрана. Да, Свет, ты права. Вот, допустим, нагайцы перед подачей основных мясных блюд обязательно готовят ароматный ногай-шай, ногай-чай. И подают его в больших пиалах, когаяк, что означает небесная чаша. Ну и как же без баурсаков? Баурсакик обязательно к столу. Абазины для гостей обязательно пекут чаш. Это такие пирожки с творогом и специями, а форма ее напоминает полумесяц. И, безусловно, готовят еще много разных традиционных блюд. Ну, добавлю, что кухня абазины и черкесов, она очень схожа. Те же пирожки у нас называются халева. Также традиционно готовят адыга-щипс на основе куриного бульона. Такие блюда присутствуют практически на всех торжествах черкесов. Также традиционным являются хук-халё. Это халва из пшена. Существует поверье, что если попробовать кусочек этой сладкой халвы, загадав желание, то это обязательно сбудется. Карачаевцы к гостю всегда подают хачаны. Хачаны бывают разных видностей. С мясом, с картошкой, с сыром, с ботвой. На свадьбу пекут особенные. Да, да, да. Это называется Крым-хачаны. Это вообще по-другому делается. Сегодня у нас жареные с мясом хачаны. Но основное, когда гость заходит, обязательно подают чашу айрана. Это эликсир молодости и здоровья. По-другому еще называют его волшебный напиток Карачаев. Его разновидностей в Карачаеве и Балкарии 44. Также известно о его лечебных свойствах аж с 5-го, 2-го века до нашей эры. Медина, я знаю, что за рецептом волшебного напитка Карачаев охотились многие. Да, Светлана, ты права. Это эликсир молодости и здоровья. Таинствами приготовления настоящего карачаевского айрана с нами поделится Зумрад Халкечева. Национальный напиток карачаевского народа айран давно пользуется популярностью у многих народов. Айран для карачаевцев – символ гостеприимства, чистоты и здоровья. Этот народ уже веками занимается животноводством и земледелем. Из коровья молока карачаевцы готовили много полезных продуктов – несколько разновидностей сыра, сметаны, айрана и масла. Интересно, что наши предки изготавливали специальные деревянные бочонки для взбивания масла. А при закваске айрана использовали секреты, которые передавались из поколения в поколение. Кипятим молоко, остудить примерно до 30 градусов. Потом мы добавляем закваску и укутываем. Еще один секрет, чтобы айран у нас получился вкусным, надо его делать с любовью. Издревле карачаевский народ встречает дорогих костей разнообразными блюдами, которые готовят в основном из мясных и молочных продуктов. Среди них главное почетное место занимает айран. Этот кисломолочный продукт стал настоящим брендом Карачая. Ведь айран не просто напиток. В нем содержится столько полезных витаминов, что его можно назвать целебным напитком. Спектакль «Волшебный напиток Карачая» по пьесе народного поэта Карачаева Черкесской Республики Дины Мамчуевой, основанный на реальных фактах, поставлен Карачаевским драматическим театром. В начале 20 века купец-сыровар Николай Бландов получил от столичного генерал-губернатора задание раздобыть рецепт целебного айрана и запустить его производство. На Кавказ отправили технолога молочного производства Ирину Сахарову. Вместе с провожатыми она добралась до Карачая и посетила крупного поставщика молока князя Бекмурзы Байчорова. Князь был польщен вниманием и очарован красотой Ирины. Но как только речь зашла об Айране, замкнулся и не отвечал на расспросы, так как не хотел выдать тайну своего народа, считал это грехом и предательством. Ирина решила ни с чем вернуться в Москву. Князь так влюбился в девушку, что не мог этого позволить. На обратном пути путников настигли пятеро всадников и похитили Ирину. Вскоре похитители арестовали, а Ирину освободили. Чувство долго перед родиной оказалось выше ее личных чувств, и Ирина решила уехать. Так заканчивается красивая история о любви. В 1908 году первые бутылки кефира, изготовленного Ириной Сахаровой, поступили в Боткинскую больницу. Сначала кефир использовали как лекарство, а после он появился в молочных магазинах. Так в России появилась разновидность Айрана кефир. Ежегодно в республике проходит фестиваль «Праздник Айрана», где готовят рекордное количество этого целебного и древнего напитка. Наши известные поэты и писатели слагают песни, пишут стихи и пьесы про этот целебный напиток. Айран добро народа моего, бальзам для ран и пища для детей и старцев. Айраном гостя мы встречаем в Карачае. Действительно, молочные продукты у многих народов – символ здоровья и благополучия, вот как доказывает твой сюжет, Мадина. Вот как ты и говорила, только из молока у моего народа готовили более 30 молочных блюд. Если карачаевцы предпочтение отдают Айрану, у нагайцы любят юрт. И вот есть такое любопытное исследование, когда в рекламах, вот мы часто слышим йогурт, йогурт германский, есть такие исследования, что они заимствовали этот продукт от нагайцев, которые переселились в Германию. Несомненно, что Айран является символом здоровья и долголетия. Ведь недаром старожилы рассказывают, что секретом этого явления – это чистый горный воздух и здоровая еда, конечно же. Но хотелось бы сюда добавить немножко своих наблюдений. Совсем недавно я познакомилась с одной такой женщиной-эпохой, для которой удивительные принципы, философии своего родного черкесского народа переплетаются с научными данными. Для неё умение держать спину – это не только стан знаменитой черкешники, стройный стан, а ещё и умение противостоять своим жизненным каким-то невзгодам. Смеяться громко противопоказано не только по адыгским канонам, но это ещё один верный способ сохранения красоты лица даже в преклонном возрасте. Сюжет об удивительной женщине, которая именно в эти дни вступила во второй век своей жизни, мы снимали в Хаббезе «В стране чудес». Глаза цвета неба излучают особую теплоту и вместе с тем тревожные нотки. Бабушка Нашиат прижимает к груди благоухающие розы и уже несколько раз перечитывает имя главы государства в поздравительном письме. Привыкшая к скромности, она искренне не понимает, чем заслужила внимание стольких людей, но точно знает, что гости не должны стоять, и периодически произносит «Фотосха», приглашая всех присесть. Сын её успокаивает. Она осталась без родителей в четырёхлетнем возрасте. Отца Кирбека и Финди Аула Жако репрессировали как врага народа по религиозным убеждениям. Мать рано ушла из жизни, сразу после её рождения. Девочку воспитывала тётя. Пожелтевшее фото уносит её в долину детства, где память сердца сохранила каждое имя и каждый родной образ. Став невесткой Дышековых, она, как и принятого адыгов, получила второе ласковое имя Нох, что в переводе с черкесского означает «свет», и достойно пронесла его через всю жизнь, став настоящим источником теплоты и света. Внесла свой вклад и в великую победу. Бессонными ночами вязала носки для солдат. От зари до зари работала в поле. Наша мама с нами до сих пор. Сто лет – это не каждому дано, не каждому Аллах или там Всевышний даёт, чтобы прожить. Секрет долголетия нашей ад как нельзя прост. Отдавать хорошее и не впускать в свою душу ничего плохого. Не есть, что попало, и чаще улыбаться вместо громкого смеха. В свои годы она обладает ясным умом и хорошим зрением. Почти не слышит, но специальным аппаратом не пользуется. Это против природы улыбаются дети. Бабушка твердит, что не гоже просить у Всевышнего, одарившего жизнью длину в сто лет, ещё и идеальный слух. Заточена на каких-то факторах здорового образа жизни. Казалось бы, где она этому научилась. Она росла без отца, без матери. Я думаю, что это врождённое какое-то чувство. От Римы врача с 40-летним стажем она на протяжении всей жизни получала и достойное медицинское обследование. Бесспорно, это ещё один фактор её долговетия. Дети оставались на попечении моей свекрови, поэтому это был мой тыл, так считаю. Нашиад Дышейкова воспитала пятерых детей. Стали взрослыми внуки и подросли правнуки. Проходят годы, но её жизненные принципы остаются прежними. Воспитанность, образованность, любовь к своим старшим и своему народу являются связующим для разных поколений семи Дышейковых. Имя супруга Али, с которым прожила полвека, Нашиад до сих пор произносит только шёпотом, боясь, что услышат старшие. Заботливые руки Рима опускают пуховый платок на плечи женщины, ставшей её второй матерью, и выводят навстречу первому дню второго столетия её жизни. Вместе с ней отмечают и вековой юбилей Карачаевой Черкесии, где народы живут как пять пальцев одной руки. Национальное самосознание и любовь к своим истокам здесь сохраняются благодаря нашим ласковым бабушкам, нежным Аняла, мудрым Амаду, чутким Авайлар и истинным Нанадыша в лице нашей Аты Шейковой. От этой бабушки действительно веет теплом, добротой, спокойствием. И вот глядя на таких людей, невольно вспоминаешь наши предания, обычаи, старину. Ну, конечно, сейчас век высоких технологий, однако не все тайны ещё раскрыты. В этой связи я хочу вспомнить календарные обряды наших народов, которые составляют важную часть нашей культуры. И приглашаю вместе посмотреть сюжет «Обряд вызывания дождя». Ослепительно яркое солнце изливает на землю горячие огненные лучи. Когда от зноя и жажды всё живое изнемогает, теряет жизненные силы, за дело берутся активисты аула и проводят древний обряд вызывания дождя «Тах-Тах-Куршак» – деревянная кукла. Изготавливали её, как правило, из деревянной лопаты, надевали платье уважаемой женщины аула, обязательно тёмного цвета, подпоясанную и повязанную платком. Подняв куклу, шествие из детей и подростков ритуальными песнями обходили все дома. Участие детей в обряде обязательно, так как люди верят, что их молитва будет скорее услышана Всевышним, потому что дети безгрешны. Согласно обряду, хозяйки радушно встречали детей, выходили с ведрами воды, обливали куклу и детей, и главное, чтобы никто не остался сухим. Женщины угощали детей конфетами, яйцами, хлебом, сыром, различными фруктами. Затем на берегу реки устраивали жертвоприношение – курманлык. Животное, купленное в складчину, должно было быть чёрного цвета, которое символизирует грозовые облака. В казанах на открытом огне готовили мясо, в данном случае исключительно ритуальную пищу – сорпа, мамырса, паста, тузлок, сёк. Для ритуальной трапезы всё готово. Но ещё не выполнено главное действие – нужно обязательно бросить деревянную куклу в реку. Этот обряд описал в своей книге фольклорист Исаак Апаев. Кубанские нагайцы бросали чучело куклы в воду, а коронагайцы, на земле которых нет проточных рек, закапывали в землю. Далее следует не менее важная миссия – совместная трапеза и купание в реке. Кстати, кости жертвенного животного собирали в одно место и закапывали в ям. В этот день все собаки аула были строго напривезли. Удивительно, но не успели участники обряда дойти до дома, как с небес раздался раскат грома, и долгожданные капли дождя звонко застычали по земле. Я вспомнила свое детство, когда долго не было дождя, было лето засушливое. Весь аул собирался, резали быка и молились Аллаху. И что интересно, о чудо к вечеру. Обязательно шел дождь. Обязательно шел дождь, не поверите. Я этому так удивлялась в детстве. Все же, какая удивительная и самобытная культура наших народов. Согласитесь, не менее уникальными являются и наши родные языки. И все мы знаем, что самый сложный – это абазинский. Один из самых сложных в мире даже, Свет. Ты сможешь повторить одно слово? А еще я знаю, если к любому русскому слову прибавить букву «А», получится абазинское слово «а-монтаж», 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 «а-монтаж». А если серьезно, коллеги, конечно, мы много рассказываем в наших программах о сохранении языков, наших языков. И в истории были времена, когда на Ногайском языке велась международная переписка между Европой и Ордой. Но таких длинных слов, как на абазинском языке, я вот что-то не припомню у себя. А я могу поспорить, что никто из вас не повторит слова, которые я сейчас произнесу. Я даже пытаться не буду это повторять. И знаменитая «кх-кх-колк». А что это значит? «Три бочки сметаны». И благодаря вот таким словам, и не только поэтому, абазинский язык попал в книгу рекордов Гиннеса. Фатима, а вот я даже подготовила себе такую шпаргалочку с этим длинным словом. Я попытаюсь, да. А вот мне интересно, сколько здесь букв? Я вот не сосчитала. Вот интересно, сколько букв в этом длинном слове? 42. 42 буквы. Ну, Света, попытайся. Мы послушаем. Попытка, попытка, не пытка, чигызык, мырл. Да. Это целая скороговорка. Кстати, это может послужить скороговоркой для многих, наверное, дикторов, и может попасть в эту книгу скороговорок. Вот такой у нас и сложный, и богатейший абазинский язык. А вот самое короткое слово хочется узнать. Наверняка оно тоже есть. Ан. Ан. Мама. Мама. Ну, мама. Мама – это святое, поэтому так легко произносится ан. У нас она, у них ан. Ну, на букву все взаимосвязано. Да. Я бы добавила, что и в черкесском языке есть такие длинные и сложные слова на произношение. Ну, конечно, не прям 40 букв, чуть-чуть меньше, 33 буквы у нас получаются. Тоже не все могут выговорить. Я думаю, что в любом языке найдутся такие сложные слова. У нас есть длинные слова, тоже 42-43, но у нас легче выговаривать. Я думаю, что и у нагайцев найдутся такие слова, но у абазин это очень сложно. Да. И слово из 42-х букв и знаменитый тест на принадлежность к абазинскому народу. Кх-кх-колк – три бочки сметаны. И алфавит из 71-й буквы, 60 из которых согласные. И где производных одно только буквы – К-9 – все это один из самых сложных языков мира. Наш богатейший абазинский язык. Он является родным для более 40 тысяч жителей России и ещё примерно для 20 тысяч человек, проживающих в 52 странах мира. Абазинский язык является одним из пяти государственных языков Карачаева-Черкесии, а абазины являются субъектообразующим народом. Ещё в середине 19 века генерал барон фон Услар, изучая абхазский язык, а потом в своей монографии выразился, что это язык, который обладает и который передаёт такие нюансы состояния и движения, которые мы плохо себе вообще можем представить. Это ли сложность? Это богатство. Этим надо гордиться. Абазинский язык считается одним из древнейших и, к сожалению, относится к исчезающим языкам мира. Поэтому, несмотря на невероятную сложность, его с интересом изучают лингвисты из зарубежных стран. Научный сотрудник Института лингвистики Калифорнии Брайно Херин даже написал докторскую диссертацию и успешно защитил. Для учёного было удивительным, как незначительная ошибка в произношении может изменить смысл сказанного. Первый день, который мы хотели учиться язык, и сказали «цит», 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 «цит» и так далее. И я повторял, и сказали «цит», и я сказал «цит». Примечательно, что древний абазинский народ обрёл свою письменность сто лет назад. Первый алфавит составил писатель и поэт Татустан Табулов. Сегодня в Карачаево-Черкесии на абазинском языке сдаются газеты, журналы, вещают телевидение и радио. Со сцены Государственного абазинского театра звучит этот древний язык. И чтобы сохранить бесценное наследие для потомков, издаются книги, озвучивают мультфильмы на абазинском языке. Для желающих изучить родной язык организуют курсы. Самое главное то, что с каждым днём всё больше абазин понимают, что язык, бытовавший с их народом веками, нужен им, чтобы сохранить свою национальную идентичность. И абазинский язык должен жить и дальше со своим народом. За рождением автономии на территории республики образовывались и населённые пункты. Всего их сейчас 137 сельских населённых пунктов. Вот 7 посёлков городского типа, не считая городов, да? И у каждого тоже своя история. И сегодня мы расскажем о селе Курджиново в Рубском районе. Кстати, Курджиново 88 лет. Всего на 12 лет. Посёлок моложе, да, Карачаево-Черкесии. В Курджиново, окружённом лесами, в советское время, если вы знаете, а может и не знаете, работала знаменитая, известная мебельная фабрика. Она производила, по некоторым оценкам, до 20% всей школьной мебели в СССР. И, кстати, мы все сидели за этими школьными партами. Да, действительно. Ностальгия. Да и не только мы, а многие советские дети в других городах и сёлах. И они, наверное, не знали, что вот эти парты выпускает наша фабрика в Курджиново. Давайте сейчас посмотрим репортаж. Официально дата основания Курджиново считается 1934 год. Однако историки уверены, что это произошло гораздо раньше. Неподалёку от посёлка находится Ахмедгора. У её подножия в 1861 году была основана станица Псемёнская. Учёные считают, что казаки-выходцы из этой станицы и стали основателями Курджинова. История посёлка неразрывно связана с лесопильным производством. В верховьях Большой Лобы росли ценные породы деревьев, которые давали прекрасную древесину. В 1966 году на свет появилась фирма Архиз. Прошло всего два года, и она стала одной из лучших в стране. Сегодня дети сидят вот за такими современными столами. А когда-то в Курджиново работала мебельная фабрика, которая выпускала до 20% школьной мебели для всего Советского Союза. Описание быта казаков, их традиций и обрядов бережно хранится в этнографическом музее первой школы села Курджинова. Здесь регулярно проводятся экскурсии, на которых местных ребятишек знакомят с недавним прошлым кубанского казачества. В каждой казачьей семье был такой сундук. У нас это сундук 19 века. Внутри сундука развешивали вывески из журналов, различные фотографии, которые рассказывали о истории казачьего рода. Однако самая главная достопримечательность Курджинова – люди, которые здесь живут. Население в основном состояло из казаков и украинцев, хотя были представители других национальностей и религиозных конфессий. Однако это никого не волновало. Здесь жили одной семьей. Жили не богато, но дружно. Был карачай-осман, так дружили. Ну, в школе учились вместе. Ну, и все было нормально. Все по-человечески. Здороваемся по сей день. Мой лучший друг – это Платонов Данил. Мы с дружим с ним с школы. Со школы, когда мы познакомились, мы дружимся столько лет. Он всегда мне помогал в трудную минуту. Если нужна ему была помощь, я ему помогал. Сходились все песенники. И такие песни пели. Замечательные. Их и сейчас поют в Курджинова. Да как поют! Ой, да на горе крутой. Там сидела пара сизы-голубей. Там сидела пара сизы-голубей. В Курджиново дома небольшие топят дровами. А жители все так же трудятся на огородах и в поле. Встречаются, влюбляются и рожают детей. Живут, как одна семья. Разделяя вместе горести и радости. Так в Курджиново было всегда. Это было и остается главным законом. Не перестаю удивляться, в каком замечательном месте мы живем. Ведь нас окружают завораживающие горы, реликтовые леса, альпийские луга, роскошные водопады, голубые озера. И все эти достопримечательности мы можем объехать и увидеть за один день. Не зря говорят, что лучше гор могут быть только горы. И поэтому Крачаево-Черкесия, туристический регион, сюда съезжаются многие туристы, чтобы увидеть наши знаменитые курорты. И вся эта красота воспевается в стихах и песнях. Страна, воспетая поэтом. О, горный край, родной Кавказ. Не видел ничего на свете, кто не был здесь хотя бы раз. Воспевает родную Крачаево-Черкесию и заслуженный артист республики Ачар Меремкулов. И сегодня он специальный гость нашей программы. Здравствуйте. Добрый вечер, Ачар. Приятно видеть тебя в нашей студии в столь знаменательный юбилей для нашей республики. Ачар, Крачаево-Черкесия многонациональная. И поэтому здесь немало межнациональных браков. Вот мы все знаем, что в твоей семье тоже это присутствует. Расскажи, пожалуйста, кто какой национальности, кто мама, кто папа. В моей семье отец Абазин, мать Карачаевка. Карачаево-Черкесия, она самая красивая, она самая лучшая. Конечно, каждый будет говорить о своей республике точно так же. Но наша, она особенная. Особенно и краше людьми. Ты, наверное, знаешь и тот, и другой язык, или, наверное, Абазинский больше? У нас районы расположены так, что один на никто не живет. Все мы живем вместе. Тот же Адыгихабльский район я возьму. Черкесы-Нагайцы. Там есть еще и Абазины. Они вместе живут. Хабецкий район, Абазинский район. Черкесы, значит, с Абазинами. Фактически, черкесская невеста, черкешенка, в течение года, как практика показывает, как жизнь показывает, она уже к концу года фактически, она уже разговаривает на абазинском языке. Также посмотреть Малокарачаевский район. Также Карачаевцы, село Учкекен, плюс и Красный Восток. Наши станицы, это вообще отдельная история. Казаки, весь православный мир в нашей республике, настолько он красив. Также у нас в роду есть невеста-казачка. У меня братья очень красивые, очень видные ребята, высокие, рослые, сильные. Вот так, вот так мы красиво живем. Такая у нас дружная Карачаева-Черкесия. Я знаю, что в твоем репертуаре есть замечательная песня о Карачаево-Черкесии. Скажи, пожалуйста, кто ее автор и когда она была написана, и может к какому-то специальному событию? Конечно, столетие Карачаева-Черкесии. Альберт Узденов, спасибо ему большое, это легенда, дай Бог ему здоровья. Как вам известно, это не одна песня, но одна из лучших его творений. По просьбе главы республики Рашида Борезбевича, эта песня была написана именно к этой дате. Замечательная песня, мы ее сегодня обязательно послушаем. Столетний юбилей, все-таки дата очень солидная. Что бы ты пожелал Карачаевой-Черкесии и всем ее жителям? Конечно, крепкого здоровья. У меня даже пожелание непосредственно к мужчинам. Если они будут сильны, если они будут стабильны, и в семье, и в республике все будет хорошо. Спасибо, Ачар. В нашей республике мир, согласие, взаимопонимание. И хочется мне сейчас сказать, пусть будет мир во всем мире. И звучат только красивые песни о родном крае. И сейчас Ачар подарит нам такую песню, которая и называется «Карачаева-Черкесия». Народы гор живут веками, в мире и согласии. Здесь, в Карачаево-Черкесии, у подножия вершин. И пусть будет так всегда. Желаю всем приятного продолжения вечера, всем кавказского долголетия. Прожить век, а можно и больше. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Карачаева-Черкесия, мой родной чудесный край. Карачаево-Черкесия, мой родной чудесный край. Карачаево-Черкесия, мой родной чудесный край. Ставь землей навеки спят. Долг сынов, чтоб не тревожит, их покоя супостат. Долг сынов, чтоб не тревожит, их покоя супостат. Жить в России наша доля Дедов и отцов на таз Не пойдем мы против воли Тех, кто породили нас Не пойдем мы против воли Тех, кто породили нас Чтоб нам хватило силы Коль пробьет на вас сейчас Будем мы хранить Россию Чтоб она хранила нас Аллахам бересенит сень сокла Я Аллах, Россия Ахча, Уадитха Ахуна Россия О Аллах, сень Россия десокла Боже, храни Россию Будем мы хранить Россию Будем мы хранить Россию Чтоб она хранила нас Боже, храни Россия Боже, храни Россию Продолжение следует...